В физике есть такое понятие «неустойчивое равновесие». Когда тело сдвигается с точки опоры, оно стремится занять другое положение и вновь обрести равновесие. Как в науке, так и в жизни. Свою юбилейную выставку графики художник Михаил Матвеев решил назвать в честь физического явления. Автор стоит на середине жизненного пути, он недавно отметил 50-летие. И где он окажется в следующий момент, никто не может предсказать. А вот в искусстве мастер уже нашел свое место. В основном у меня такой интерес вызывают, как бы сказать, культовые сооружения. Потому что человек я православный и верующий. Поэтому это виды монастырей, церквей и вообще исторические части города, которые заслуживают, на мой взгляд, внимания, чтобы сохранить это для дальнейших поколений. Старые церквушки Мурома, величественные соборы Санкт-Петербурга – родные для автора купола Кириллова. Художник путешествует не только по стране. С каналов Венеции перемещается на улочки Дрездена или в бухту Копенгагена. И все это с помощью простого карандаша и цветных фломастеров. Особое место в душе мастера и в самой выставке занимает сложнейшая техника афорта, известная еще с начала 16 века. Афорт-техника, ну как сказать, это не живопись, она для посвященных. Раньше собирали такие вражи, гравюры, коллекционеры. И каждая гравюра – это было событие, и он видел, так сказать, все там оттенки и оттенки. На выставке «Неустойчивое равновесие» представлены десятки работ из разных циклов и периодов творчества автора. С ними Михаил Матвеев уже побывал в Санкт-Петербурге и на родине, в Кириллове. Для череповецкого зрителя площадкой стало училище искусств, где сейчас преподает художник. Преподаватель должен передать опыт, свои знания, свое мастерство, свои навыки нашим студентам. И это очень важно для того, чтобы в дальнейшем сохранилась наша традиция проведения выставок. И хотелось бы, чтобы наши студенты через 4 года организовали такие же выставки. Выставка станет настоящей образовательной площадкой для студентов-художников и дизайнеров. Ведь, по словам самих художников, графика занимает все больше места в современном искусстве. Быть может, и старинная техника Афорта найдет своих молодых последователей. Анастасия Хаткова, Сергей Павлов. Новости.